Самое время разметить дорожки. Заполнение чаши бассейна практически финал. Через считанные дни вода станет кристально чистой. Она уходит в систему перелива. Оттуда поступает современное оборудование, которое фильтрует и добавляет в нее необходимые химические реагенты. В администрации спортивного учреждения говорят, что остались в буквальном смысле последние штрихи, которые сопровождают любой ремонт. Понимая значение бассейна для города, сразу после окончания строительных работ мы начали приводить помещение бассейна в пустанитарное состояние, которое необходимо для того, чтобы начать занятия в бассейне. Коллектив работал практически все праздники. Мы мыли стены, мы мыли окна. Параллельно работала и та компания, которая отвечает за пусконаладку оборудования. Объект осмотрела первый заместитель главы города Анжелика Бузунова. Обратила внимание на ряд деталей. В целом осталась с довольно проделанной работой. Реконструкция – один из примеров партнерства муниципалитета и частного бизнеса. Город оплатил проекты приобретения оборудования. Основную часть работ выполнили на деньги частного фонда депутата Госдумы Ивана Демченко. Теперь за муниципалитетом благоустройство прилегающей территории. Поручение. Остановку сюда восстановить. С той же остановки проложат основательную дорожку, там, где люди привыкли ходить. Необходимо обновить газоны и растительность. Инфраструктура вокруг бассейна должна соответствовать современной начинке. Мы подцепим грунт. Мы здесь выгребем тоже всю эту. Весь этот строительный мусор, там ненужный грунт старый. Будет здесь новый грунт. Там мы старые спилим акации, которые старые, аварийные. Спилим, посадим новые ели. То есть мы сейчас будем заниматься благоустройством территории прилегающей. По словам Анжелики Бузуновой, на эту часть работ потребуется около четырех дней. Таким образом, их закончат синхронно с уборкой внутри. Как говорят, последние дни и часы ожидания самые длинные. Однако в итоге в Анапе открывается фактически новый бассейн. А это и новые возможности для юных спортсменов.